снова здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала вы на кухне у Любани а значит вы у меня на кухне сегодня я хочу предложить вам приготовить вместе со мной пирожки с мясом жареные на растительном масле на сковородочке потому как у меня времени не особо я располагаю начну с того что у меня уже есть отваренное мясо я его отварила перекрутила на мясорубочку так как мясо у меня постное я добавила немножко сало которое тоже варила вместе с мясом дальше мне нужны две луковицы сейчас я их порежу а в процессе буду все рассказывать значит растительное масло налила две столовые ложечки на сковородку сковородочку поставила на огонь измельчаем лук лук нарезала отправляю на сковородочку пусть лучок обшаривается я буду за ним следить и в то же время значит дальше 200 грамм кефира 100 миллилитров молочка значит будем это соединять сюда же я сейчас отправлю кефир пол чайной ложечки соды перемешаю теперь я отправлю сюда молочка 100 литров тепленького есть значит сода я разобралась сюда же две столовые ложечки сахара но без горки чайную ложечку соли хорошенько так все перемешаем сюда выливаю 70 миллилитров растительного масла опять все перемешиваем и сейчас начнем замешивать тесто теперь беру мисочку значит пол килограмма 500 грамм муки ну а там я скажу больше-меньше будем смотреть вот отправляю сюда же здесь так вот немножечко луночку такую делаем отправляю кефир со всеми там все что у нас есть кефирную смесь так сказать вот и сейчас будем замешивать сначала буду замешивать это ложкой а потом будет добавлять соответственно муку а потом уже там посмотрю может быть рукой и так я вам покажу какое тесто получится тесто замесила смотрите вот такое липкое значит не забивайте не забивайте мукой пусть будет пока такой мы крайнем случае будем макивать руки в растительное масло и и лепить пирожочки накрываем салфеткой просто и даем ему просто отдохнуть потом оно без дрожжей ну просто стоит девочки вы заметили у меня колокольчик заветный на столе это значит что нажимайте на колокольчик не забывайте нажимать чтобы не пропустить очередное видео дальше лук у меня уже практически обжарился вот у меня сверху сало я уже говорила я его сначала сало отправляю его так чтобы под низом было а сверху мясо и немножечко обжариваем это будет у нас начиночка обжариваем присолим пропитчем это все уже делаем по вашему вкусу и так делаем начиночку начиночку я уже обжарила смотрите вот такая получилась сейчас я высыпаю такое блюдо чтобы остыло ей надо дать остыть ну допустим знаете до комнатной температуры потому что горячий невозможно же будете даже пирожок слепить потому сейчас еще пусть если есть возможность можно вынести на улицу или же так пусть остынет до комнатной температуры это займет минут 10-15 будем ждать начиночка остыла смотрите вот какой она консистенции много лука видите липкая такая ну как сказать будет лепиться не рассыпается отлично начинка получилось отлично сразу скажу это у меня растительное масло здесь чтобы ручки смазывать если что значит салфеточку я выкладываю на досточку дальше смотрите вот такое тесто немножко липкая я вас предупреждала что оно должно быть и липковато если вы желаете вы можете подсыпать муки но старайтесь не забивать мукой вот видите оно то липкое но от рук отстает это самое главное значит я мукой не буду смазывать а то есть припылять а я вот так вот растительное масло хорошенько протру досточку по ходу скажу для чего салфетка сейчас буду делать пирожки и выкладывать на салфетку тесто не так прилипает к салфетке как допустим в доске даже если вы сможете это маслом или посыпите мукой значит пирожочки я буду постараюсь по крайней мере делать маленькие для меня это конечно очень сложно делаем колбаску и делаем такие как варенички знаете такие маленькие вот я вам сейчас я вам все покажу раскатали и нарезаем больше меньше она немножечко как будто бы липнет к ножу поэтому ничего страшного мы все справимся с этим вот не сильно большие там больше меньше и выберем золотую серединку какие нам нужны теперь я делаю я делаю такие вот виде шарика потом я буду значит смотрите я просто сразу покажу вот руках опять же нам не надо будет скалка по видимому потому как мы можем это все сделать руками вот растянули растянули начиночки взяли сколько вам нравится но я думаю побольше так и делаем виде вареничка вот стараемся все залепить постараться чтоб шовчики были даже может их стянуть кружочек то есть в шарик такой это как вам нравится главное хорошенько хорошенько залепить а потом такой сделать формы пирожочек пирожочки еще раз повторюсь будут маленькие и так делаем все сейчас делаю вам покажу пирожочки сделала масло разогрелось хочу сказать что если вы хотите если у вас будет масла мало то пирожочки будут просто поджарены если нальете побольше то они будут жариться как во фритюре отправляем пирожочки жарить и так смотрите я уже пирожочки одни сняла вторые подлаживая сейчас вам покажу что получилось а я пока как я обжарила а я справляю следующую партию пирожочков и так последний пирожочки я вот сняла горячие лучи смотрите вот с этого количества теста получилось вот такая вот мисочка пирожочков хочу сказать что обещала обещала маленькие но не умею маленькие девочки кто умеет подскажите как это сделать научите еще хочу передать хочу передать большой привет всем поставят мне дизлайки только вы пожалуйста напишите почему чтобы я знала потому пожалуйста я на вас не обижаюсь просто хотела бы знать что я не так делаю а так заходите на мой канал подписывайтесь пишите комментарии но прежде всего давайте попробуем пирожки падают там смотрите вот они какие вот то что они вкусно это однозначно мы уже пробовали операторы я мужа пробовали знаете как говорят быть у ручья и не напиться это не годится потому мужик попробовали но смотрите какое тесто тесто очень мало очень мало совсем нет практически начинки много немножечко хрустящие очень-очень вкусные еще раз обращаюсь к вам заходите на мой канал подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки пишите свои пожелания пишите делитесь со мной рецептами а пока до свидания